Друзья, всем привет! С вами канал StableGif. Буквально вчера вышел ControlNet Union для модели Z-Image. Это действительно классный ControlNet, он работает очень неплохо и поддерживает в одной модели при процессоре Kenny, Depth, OpenPose, Head и MLSD. Также другие производные этих моделей этот ControlNet тоже поддерживает. И более того, эти ControlNet еще можно объединять между собой, чтобы получить более точное совпадение. Ну и сейчас я вам все это покажу. Если у вас еще не установлен Confy, то вы можете перейти по ссылке в описании под этим видео. Там есть ссылка на вот этот вот пост. Он открыт для всех, он здесь бесплатный. Здесь вы можете скачать мою настроенную портабельную сборку. Также здесь есть инструкции по ее установке и есть два видео на YouTube и на Rootube, где вы можете тоже познакомиться с этой сборкой. Теперь перейдем в Confy. Вы можете скачать на Boosty мою схему, закинуть ее в рабочее пространство и у вас появится вот такая вот схемка. Если у вас будут вот эти вот узлы красные, то скорее всего вы не обновили Confy. Буквально поддержка появилась только вчера. Поэтому Confy нужно обязательно обновить, чтобы вот эти вот узлы у вас вообще появились в самом Confy. Далее вам нужно будет перейти в менеджер Install Missing Custom Notes. Если здесь какие-то узлы будут не установлены, нажимаем вот этот квадратик, выбираем соответственно все. Нажимаем черную кнопку Install. После того, как это все установится, появится красная кнопка Restart. Ее нажимаем, пересгружаем в App Interface и у вас схема уже будет в нормальном рабочем состоянии. Далее мы сюда закидываем какое-нибудь изображение, с которым мы будем перенимать позу. Выбираем здесь Control Net, который вы хотите видеть, который вы хотите комбинировать может быть. И нажимаем Run, после этого уже получаем генерацию. Генерация достаточно быстрая, в принципе практически с такой же скоростью генерации, как и была без этого Control Net. А по потреблению видеопамяти я запускаю генерацию. Давайте посмотрим, сколько видеопамяти потребляется на модели FP8. Это 12 гигабайт. 12 гигабайт в RAM этого вполне достаточно, чтобы на модели FP8 делать генерации вместе с этим Control Net. Далее давайте откроем модель BF16 и тоже с ней сделаем замер. Запускаем Run, давайте посмотрим на потребление видеопамяти. И вот с моделью BF16 потребление видеопамяти уже 18,5 гигабайт. Это, конечно же, больше. Тут выбирайте модель по своим возможностям. По качеству генерации получаются вот такие вот классные генерации. Если мы посмотрим на то, что мы и закинули, это была карта глубины. Поза точно перенимается. Также Prompt очень здорово участвует в генерации. Если мы посмотрим на это изображение, здесь у нас это все выглядело вот так вот. А здесь у нас Prompt был вот такой вот. Персонаж в броне на скейтборде на фоне городской улицы. Можно комбинировать Prompt русский-английский. Лучше понимать немножко все-таки английский. И получается вот на фоне городской улицы у нас персонаж в броне. Теперь давайте посмотрим, какие модели мы здесь задействуем. Это модель Diffusion Models. Мы здесь выбираем либо BF16, либо VP8. Это лучше, наверное, чем ГГУВ. ГГУВ все-таки работает как-то менее качественно, мне кажется. В плане подсказки. Я вот здесь два варианта приложил. Это модель VP16 обычная. Вы ее можете вот так подключить. А эту, например, забайпасить. А эту разбайпасить. Да, вот так сделать. Но, в принципе, модель ГГУВ здесь ничем не уступает. Я сравнивал. То есть по качеству генерации абсолютно такие же. Разницы какой-то особой нет. Там прям минимальные какие-то различия. И непонятно, что из них вообще, в принципе, лучше. Я предпочитаю модель ГГУВ. Она все-таки поменьше весит. И по качеству она такая же. Здесь не обязательно скачивать квантизацию Q8. Вы можете там что-то поменьше скачать, если у вас не хватает видеопамяти на этапе кодирования подсказки. Модель VIA от Flux1. Модель здесь используется. FP16 или BF16. И используется вот такая вот модель, которая называется ControlNet Union от Alibaba. Это Z-Image Turbo Fun. Теперь давайте посмотрим, куда эти модели необходимо разместить. Здесь я сделал вот такую подсказку. Во-первых, есть ссылки на все вот эти модели. И есть вот такая вот схемка, куда эти модели нужно расположить. Модель ControlNet помещается в папку ModelPatches. И оттуда она уже потом загружается вот в этот вот узел. Подсказка у нас используется только позитивный, негативный промп, просто 0, 0. Он у нас, в принципе, не используется. И в качестве ControlNet у нас используется вот такой вот патчер. Сюда подается непосредственно модель ControlNet. Подается там Y, изображение. Причем после припроцессора, естественно, изображение подается. И, в принципе, все. Дальше это все подается как патчер модели Z-Image. И в этом случае у нас уже дальше происходит генерация. Теперь давайте посмотрим на настройки сэмплера. 8 шагов здесь оптимально. Также можно 9 поставить, но больше. В принципе, лучше, наверное, не ставить. Я заметил, что появляются лишние элементы. Там третьи руки и так далее, если очень много шагов здесь ставить. Поэтому никакого смысла особо в этом нет. Качество сильно не улучшается. И появляются эти артефакты CFG, естественно, единицы. Потому что негативный промп у нас не используется в плане сэмплера. Стандартный сэмплер обычно Эйлер. И он работает значительно быстрее, чем вот такой, который я предлагаю. Это СИЦА-3. Но вот этот сэмплер выдает более качественный результат. Вы можете попробовать между вот этим сэмплером и вот этим сэмплером. Разница есть. Ну, сами посмотрите. По скорости, естественно, медленнее. Но по качеству лучше. И планировщик Simple здесь используется. Я, честно говоря, над планировщиками особо здесь не экспериментировал. Но можете тоже попробовать. Меня, в принципе, устраивает, как здесь Simple отрабатывает. Достаточно качественная генерация получается. Вот здесь можно задать вес этого Control Net. 0,8. Это мы даем немножко свободу модели, чтобы изображение было более чисто и более качественное. Если вы здесь повысите, то следование при процессору будет более строгим. Но в этом случае у нас качество немножко ухудшается. Если у вас есть возможность немножко понизить вес Control Net, то понижайте. Вы получите более качественную картинку. Теперь переходим к Control Net. Здесь вот такой вот набор Control Net. А в принципе, все Control Net, которые здесь поддерживаются, они есть. Это Depth, Kenia, это OpenPos, это Head и это MLSD. Control Net Depth – это карта глубины. Давайте выключим. Это Control Net мы уже видели. Включим Kenia. Запускаем генерацию. Давайте посмотрим, что получится с Kenia. С Kenia получается вот такое вот изображение. Вот такой вот у нас при процессор. И качество картинки здесь уже похуже, потому что очень много контров, которые участвуют в генерации. Давайте теперь выберем какой-нибудь другой Control Net. Например, вот такой вот OpenPos. Тоже нажмем Generate. Посмотрим, что с ним у нас будет. С OpenPos на весе 0,8 получается вот такое вот изображение. Неточное следование. Вот эта вот карта. Но если мы повысим вес Control Net, то OpenPos будет уже более серьезно вмешиваться в генерацию. И следование позе будет немножко получше. Давайте теперь выберем вот такой вот Control Net. Это у нас Head. Запускаем тоже генерацию. Head у нас выглядит вот так вот при процессоре. И вот такая генерация вообще отличная получается. Особенно для мультяшек, там для чего-то. Позе, кстати, тоже следует достаточно точно. Вот этот вот Control Net работает получше даже, чем Kenia, я бы сказал. Давайте выберем следующий, Control Net, это MLSD. И нажмем тоже Generate. Смотрите, MLSD, это вот такие вот линии. Здесь буквально архитектура переносится. Если вам нужно перенести архитектуру, то это то, что вам нужно. Если не архитектура, то, наверное, в принципе, это не нужно делать. Но, тем не менее, смотрите, все равно и поза тоже откуда-то здесь все-таки берется каким-то образом. Не знаю, где-то она там может быть проявляется. И выглядит это неплохо. Хотя здесь вообще никакой позы нет. Возможно, какие-то микролинии есть, которые, в принципе, участвуют в генерации. Но их здесь, в принципе, не видно. Но смотрите, вы можете, например, комбинировать эти припроцессоры. Вы, например, берете карту глубины и берете, например, Head. Объединяете эти два припроцессора. Нажимаем Run. У нас получается вот такой вот объединенный припроцессор. Карта глубины прям точно укладывается в контуры Head. И у нас уже генерация получается очень точной. То есть два припроцессора будут участвовать в генерации. Также не забывайте, что подсказка, естественно, имеет сильный вес при генерации. То есть вы здесь можете описать, в каком стиле у вас будет изображение. Например, давайте попробуем поменять стиль на аниме. Здесь я пишу аниме стиль. Нажимаем Run. Давайте посмотрим, насколько у нас поменяется это изображение. И вот стиль генерации уже как раз таки получается в аниме. Вот аниме, пожалуйста, стиль. Опять же, можно любые изображения загружать, переносить позы персонажей, переносить, например, пейзажи какие-то или архитектуру. То есть что угодно. Работает достаточно стабильно. Этим действительно можно пользоваться. На этом, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok